Что касается неправительственных организаций, то они активно работают в России. Да, мы ввели новую систему их регистрации. Она мало чем отличается от системы регистрации в других странах. И никаких замечаний от самих неправительственных организаций мы пока не видели. Практически никому не отказали в регистрации. Там есть 2-3 случая по чисто формальным условиям, и эти неправительственные организации работают над тем, чтобы исправить какие-то положения устава и так далее. По субстантивным, сущностным вопросам никому не отказано. Все самым активным образом трудятся и будут трудиться дальше. Чего нас беспокоит? Я могу сказать, и думаю, что это понятно для всех. Когда эти неправительственные организации финансируются по сути иностранными правительствами, то мы рассматриваем это как инструмент иностранных государств в проведении политики в отношении нашей страны. Это первое. И второе. Во всех странах существуют определенные правила финансирования, скажем, избирательных компаний. Через неправительственные организации идёт финансирование от правительственных источников других стран, в том числе и в рамках правительственных компаний. Ну куда это, годец? Это что, нормальная демократия, что ли? Это скрытое финансирование, скрытое от общества. Чего же здесь демократичного? Можете вы мне сказать? Нет. Не можете. И не скажете никогда. Потому что это не демократия. А просто влияние одного государства на другое. Но мы заинтересованы в том, чтобы развивалось гражданское общество в самой России. Чтобы оно ругало власти, критиковало, помогало власти определять свои собственные ошибки, корректировать свою политику в интересах людей. В этом мы, безусловно, заинтересованы. И мы будем поддерживать гражданское общество и неправительственные организации. Что касается страхов там и так далее. Знаете, у нас меньше страхов сегодня, чем во многих других странах. Потому что за последние годы мы кардинально изменили ситуацию в сфере экономики и благосостояния граждан. У нас еще очень много проблем. И у нас очень много нерешенных проблем. В том числе и проблем, связанных с бедностью. И вот я вам скажу, что страхи, это в основном отсюда исходит.